МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости телеканала ОСА. Сегодня четверг. И вот о чем сегодня будут наши новости. Рабочих массово увольняют с завода пропантов, а следственный комитет проводит проверку, чем все закончится. Ачинцы вышли на генеральную уборку. И не гадить. Самое главное – там, где мы живем. Расскажем, куда звонить, чтобы вывезли мешки с мусором. ОСА проверила работу над ошибками в сквере Металлургов. Тут не только мусор. Тут и проблема в том, что люди лавочки ломают. Как говорится, в семье не без. А заодно заглянула в сквер театральный. Там тоже хозяйничали вандалы. Любимая рубрика «Детей и родителей». Мы поцелуемся! Давай! Сегодня будет специальный выпуск для маленьких принцесс. Завод пропантов, похоже, снова закрывается. По информации нашего источника, сегодня идет массовое увольнение рабочих. Конечно, по собственному желанию. Как сообщают уже бывшие работники, накануне они доработали продукцию, и сегодня линия уже остановлена. По слухам, оборудование готовят к демонтажу и вывозу с предприятия. На самом КЗП уже новая охрана. Из всего коллектива, когда-то он насчитывал 300 человек, останется только бухгалтерия и директор. Ранее СМИ уже называли 20-е числа апреля последними днями предприятия. Видимо, так и есть. Почти вся история этого завода в Ачинске связана со скандалами. Появилось оно в городе под протесты горожан. И все это время, с 2015 года, Ачинцы подозревали его во вредных выбросах и требовали объяснения от руководства. И только однажды представители КЗП отчитались перед чиновниками. Якобы все у них в норме. Но, кажется, им тогда не очень поверили. Несколько раз по инициативе телеканала ОСА экологи проверяли воздух в районе Пропантового и всегда находили превышение вредных выбросов. Закрывается завод тоже конфликтно. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по заявлению представителя одного из собственников о незаконной продаже имущества директором Дмитрием Мурахтановым. Разногласия между владельцами возникли еще в прошлом году. Так, что в декабре рабочих уволили, а завод остановили. Тогда в дело вмешалась прокуратура. Установилось мнимое перемирие. И до июня был назначен временный директор Дмитрий Мурахтанов. В апреле на заводе началась процедура банкротства. Добавлю, что директор Пропантового Дмитрий Мурахтанов никаких комментариев по закрытию завода не дает. Воспоминания журналистов ОСЭО он останется убегающим. Дмитрий Васильевич, я вас хочу уточнить. Пропантовый завод проверяла Министерство экологии. Подождите, я просто у вас уточняю. Есть комментарии или нет? Вы ничему не ответите. И фу, как неприлично ведете, толкаете женщину. Все еще? Спасибо. Можно, ладно? Мы с вами заранее договорились. К депутату Мурахтанову записаться на прием сегодня тоже не удается. В приемной вежливо бросают трубку. Здравствуйте. Запишите меня на прием к депутату Мурахтанову. Переводить на него не нужно. Я с ним уже поговорила. Он сказал, секретарь запишет. Если вы секретарь, то запишите, пожалуйста. Секундочку. В Гурсовете Дмитрий Мурахтанов представляет интересы партии «Единая Россия» и избирателей 7 округа. Думается, что после закрытия завода у него не останется интересов Ачински. Но пока от него не поступало заявлений о сложении депутатских полномочий. Ну а в городе сегодня и в районе официально стартовала генеральная уборка. Хотя Ачинцы уже давно организованно и стихийно убираются. Работники Ачинского транспорта второй день поливают саженцы. В этом году раньше, из-за теплой весны. По примеру, Красноярска даже подумывают помыть молодые елочки от грязи вдоль дороги. Спецтехника вышла и на полив проезжие части. Депутаты Рейсовета и сотрудники аппарата сегодня тоже поучаствовали в субботнике. Роман Муковозов, Шухрат Танготоров, Корюн Арутюнян во главе со спикером Сергеем Кураниным навели порядок в Малиновке возле памятника героям Великой Отечественной войны. По словам председателя, чистый четверг выбрали еще и по погоде. Завтра обещают дождь синоптики. Вот мои коллеги, председатель районного совета и коллега депутат убирают поселок Малиновка. Вот такие кучки мы уже насобирали. Хорошая погода, тепло, но не солнечно. Тем не менее, мы чувствуем себя здесь полными энергии и сил. И желаем того же самого и жителям города и района. Мы должны убираться там, где мы живем и не гадить. Самое главное, там, где мы живем. А районные чиновники убираются в Причулымске. Что касается города, то субботник продлится еще и завтра. А в субботу экоактивисты, их набралось уже около 20 человек, устроят зачистку пляжа на Айдашинском озере. Добровольцев ждут в полдень. Если захотите, присоединяйтесь. Добавлю, что городской мусор, все мешки, собранные на субботнике, Ачинский транспорт должен вывезти до 30 апреля. Это следующий вторник. Сообщать о неубранных кучах можно по телефону 6 13 86. Это отдел дорожного контроля. В рабочее время. На Пасху в Ачинске традиционно будут перекрыты участки дорог в центре. В ночь с субботы на воскресенье с 10 часов вечера и до 3 часов будет ограничено движение в районе Казанского собора. Речь идет об улице Назарова между Ленина и Свердлова, а также участка на Карломаркса. Запрет проезда касается всех видов транспорта. В это время будет проходить праздничная служба. Она начнется в 23 часа, а ровно в полночь прихожане пройдут крестным ходом вокруг храма. Ты видео скинула? Ваня, сейчас скину. Подожди секундочку. Дай, дай. Когда потом? Надо сейчас. Ваня. Все, мальчик. Три буквы. Скажу не таяя я, мой зритель, три буквы, которые знают весь мир. Три буквы, которые всегда на репите. На самом деле у нас с Иваном Цикановым остались ровно сутки, чтобы вам, дорогие наши зрители, показать наш фильм. Крутое кино. Про нас. Про нас просят. Так что завтра в 8 вечера смотрите на телеканале. Аса. Пока. Не затрудь. Теперь нам холод нипочем. С теплицей урожай спасем. Теплицы и парники. Сотовый и монолитный поликарбонат. Ачинск. Конечная Апаси. Квартал 7. Строение 2. Экономьте время и деньги. В губернских аптеках все необходимое для грудничков и молодых мам. Сотни наименований, лечебной косметики, детского питания и предметов по уходу за малышами. Витамины для беременных и средства по коррекции фигуры. Губернские аптеки, улица Свердлова, 19, ЮВР, 48 и Декабристов, 27. Все ремонтные работы в сквере металлургов завершены. Подрядчик полностью устранил все замечания. Напомним, что как только растаял снег, Ачинцы заметили провалившуюся плитку, обломки бетона и прочий строительный мусор, который рабочие не убрали с прошлого года. Мэрия обязала подрядчика все исправить. Сегодня Наталья Солодовник вместе с представителем фирмы проверила, как выглядит сквер металлургов. А заодно заглянула и в театральный сквер, который тоже открылся обновленным в прошлом году. А мы возвращаемся в сквер металлургов после февральского нападения вандалов и прошлогодних недоделок. Подрядчик уже заменил все испорченные фонарные столбы, которые поломали подростки, и отремонтировал лавочки. Также буквально на днях устранили все прошлогодние недоделки, которые вылезли, как только сошел снег. Как говорит подрядчик, сейчас сквер металлургов готов на 100%. Все выполнили в полном объеме, как согласно сметно-проектной документации. Почему тогда вышли в этом году, когда все растало снег, мы увидели булыжники, заметили какие-то провалившиеся? Ну, сами понимаете, что когда идут снегопады, стоят морозы, все не увидишь, где-то брусчатка осталась под снегом, где-то что-то. Поэтому по гарантии, что мы наведем порядок, мы и навели порядок здесь. Ну, это нормально, чтобы брусчатка обвалилась или провалилась? Она не обвалилась-то, естественно, что, говорю, в зимний период где-то снег нападал, где-то что-то. Она не провалилась, просто подровняли и все. Сколько гарантий будет длиться? И что по гарантиям ремонта вы, ну, обязаны делать? Ну, в случае каких-то недочетов, допустим, брусчатка развалилась, да, бордюр сломался. Только вот, ну, вот эти вот вещи на гарантии у нас. Остальное передано администрации. То есть за объекты, грубо говоря, вы ответственности не несете? Нет, нет. Лавки сломали, фонарь разломали? Это вандализм. Это вандализм, это уже не к вам получается? Нет, конечно, нет. Ну, здесь же у нас есть видеонаблюдение, то есть администрация прекрасно видит ГОЧС, что, где что происходит. Конечно же, придем, не бросим парк, допустим, вот светильники ломали, да, мы их переделали, перекрепили. Потому что мы для города жили все-таки. Людям нравится, люди довольны, самое главное. Проблема в том, что люди лавочки ломают, блин. Как говорится, в семье не без. В чем проблема вот здесь? Это поколение такое? Это воспитания в семьях нет? Как вообще с этим бороться? Думаю, это мини-итаритет города в большей степени связан. С этим бороться как-то надо с детства начинать, со школьной скамьи. На сегодня, получается, все-все-все убрали, все вывезли. То есть на сегодня вот стопроцентная, получается, готовность парка к эксплуатации, грубо говоря, да? Да, да. А вот тут вот дорожка? Она так и есть, песчаная дорожка по проекту. То есть, единственное, что не предусмотрено, я думаю, что, видите, песок выносится. Да, по идее, здесь нужно постоянно человека держать, одного на обслуживании парка, чтобы был. И каждое утро промел, прошел, собрал, тогда будет идеальный порядок. Также подрядчик завез в сквер грунт для будущих цветочных клумб. Еще в будущем здесь на месте асфальтированной площадки появится экстрим-парк. Настоящая тренировочная зона для экстремальных видов спорта стоимостью в 3 миллиона рублей. Средства на это, как и на сам сквер Металлургов, выделяет компания «Русал». Перейдем от хорошего к не очень. В сквере театральном, который тоже открылся в прошлом году, появились новые поломки. Накануне ачинцы заметили, что освещение в сквере повреждено. Неизвестные буквально свернули несколько фонарей, разбили стекла, а одна опора и вовсе исчезла. По информации нашего источника, фонарный столб сломали не накануне, а месяц назад. Молодые люди играли в догоняшки, поступились и снесли фонарную опору. Эти фонарные столбы высотой более двух метров не рассчитаны на какое-либо силовое воздействие. Максимум, что не могут выдержать, это шквалистый ветер. Шатается, конечно, и такую конструкцию под силу сломать даже ребенку. Как говорит подрядчик, эти фонарные столбы выполняют чисто декоративную функцию. Напомню, что театральный сквер открылся в августе прошлого года. Благоустроен он был на средства компании «Русал». Помимо красивых уличных фонарей и резных лавочек, в сквере есть и читающая девушка, выполненная по эскизу главного художника драматического театра. По информации нашего источника, сейчас фонарная опора находится на реставрации. Кстати, камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали этот случай, но акт вандализма руководство театра в этом не увидело. Сломали-то по случайности. А заявление в полицию написала администрация города, так как это муниципальное имущество. И замечу, что руководство театра от комментариев по этому поводу отказалось. Наталья Солдовник, Вильдан Калимули, новости телеканала АСА. Скверы и арт-объекты в нашем городе постоянно подвергаются нападению вандалов. Сердце Ачинска в Троицком парке не раз ломали, ремонтировать его приходится на деньги, собранные добровольцами. Надпись «Я люблю Ачинск», которая появилась на городской площади этой зимой, тоже пережила лихое время. Не спасают даже камеры наблюдения. Несколько дней назад перед ДК появился еще один арт-объект, музыкальные инструменты. Пока он, слава богу, в целости и сохранности. А мы сегодня спросили горожан, верят ли они, что люди однажды все-таки научатся беречь красоту в Ачинске. Штрафы, штрафы, большие штрафы. Как в Сингапуре, тысячу долларов за то, что бросил бумажку. Поможет или нет? Я думаю, не сразу, но поможет. Видеокамеры где-то стоят, если стоят. Дети, если это делают, значит вычислить родителей и наказывать, раз мы не можем воспитывать своих детей. Все делается для людей, а люди все это рушат, ломают. Потом кричат, президент виноват. Начинать с семьи, наверное, надо. Ну и в плане защиты поставить видеонаблюдение, даже если кто-то сломал, то потом это видно будет. Можно вычислить злодеев, наказать. С одной стороны, мне кажется, это поколение. Есть определенная степень поколения. Воспитание. Это тоже многое зависит от родителей. Работами. Да, сами пусть заставляют их самих, и пусть сами эти подростки и делают. Что они напакостили, то и делают. Гипермаркет «Маяк». Автошина Кама 1699,90. Тушон Камавр. Высший сорт 99,90. Монтоварка 1229,90. Гипермаркет «Маяк». Проезд авиаторов 5А. Компания «Синт» представляет. Новые тарифы. Новые возможности. Твой выгодный интернет со скоростью до 200 Мбит в секунду. Выбери свой тариф. Все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора. Газета «Новая причулымка» продолжает подписку на второе полугодие 2019 года. Адреса на экране. Телефон отдела доставки 76641. Самой старшей участнице тотального диктанта «Вачинский» 80 лет, и она написала его на четверку. Всего пятерочников у нас в городе 6 человек. И сегодня состоялось награждение отличников. Наталья Солодовник узнала, диктант – это не просто проверка на грамотность. Это проверка на «могу» или «немогу». Все, кто пришел на площадки тотального диктанта, вы большие молодцы. Давайте похлопаем сами себе. Награждение участников состоялось в Вачинском колледже отраслевых технологий и бизнеса. Это учебное заведение уже четвертый год является одним из организаторов тотального диктанта в нашем городе. В этом году на грамотность себя проверили 186 человек. Самому младшему участнику Евгению – 9 лет. Самой старшей участнице – 80. А Левтина Свечкарева пишет диктант уже четвертый год. Вот только до отметки «отлично» не дотягивает несколько баллов. Все же когда-нибудь, уже хоть годового часа, я напишу на пятерку. Это моя надежда. Мне она дает жизнь, определяет. Ну, вместе с Богом, конечно. А среди отличников студентка Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса Ангелина Гарань. Пишет тотальный диктант уже во второй раз. В прошлом году получила тройку. Говорит, в этот раз было намного легче. Чем потом легче? Ну, просто в том было больше каких-то таких слов, не знаю, более сложных. А тут все просто, обычные слова, которые используют в жизни. Ну, я попробовала, у меня получилось. Значит, это хорошо, значит, я что-то могу. Тотальный диктант действительно тотальный. Шесть континентов, 19 часовых поясов и более четверти миллиона участников. В следующем году проверить себя на грамотность люди по всему миру смогут 3 апреля. И организаторы обещают, что будет много нового и интересного. Готовиться начинают уже сейчас. И не важно, сколько вам лет, какого вы пола и национальности. Ведь тотальный диктант для всех, кто умеет писать. Наталья Солдовник, Вильдан Калимули, Новости, телеканал АСА. А сейчас время самой отвязной рубрики «Без тормозов». В ней дети, а сегодня это близняшки Арина и Алина, тестируют игрушки. А мои коллеги, съемочная группа впадает в детство вместе с ними. Смотрим и заряжаемся позитивом. Спонсор рубрики «Без тормозов». Магазин «Вклад» – игрушки. Любая принцесса 21 века мечтает, чтобы среди ее многочисленных кукол были не просто Барби, а диснеевские красавицы. С уютным дворцом и со своей пышной каретой сочетание вкуса и красоты от производителей сделает эти игрушки самыми любимыми у маленьких няшек. Стоит только включить фантазию, как из обычной площадки можно развернуть настоящее представление и отправиться в невероятную сказку. Как здорово наблюдать, как испокон веков куклы считаются лучшей игрушкой. Ну, поцелуемся! Давай! Они только меняют имена, фигуры, одежду, но смысл игры не меняется по сей день. Говорящие, модные, почти настоящие. Эти игрушки будут радовать каждый день вашего ребенка. И грех не поиграть взрослому человеку вместе с детишками, потому что сама палитра этих красок завораживает. Тут не нужно обращать внимание на возраст, а сейчас нужно просто садиться и вперед придумывать свои сценарии увлекательного путешествия в страну детства. Вот, к примеру, Золушка спешит на бал, наверное, к своему принцу. А эти мимишные лошадки, которые так грациозно тянут за собой карету. Ведь такие игры отвлекут вас и вашего ребенка от повседневной жизни. Что может быть важнее, как неподдельные эмоции детей и совместное время провождения с ними. Игры бывают разные. Не жалейте времени и денег на сказку, в которой можно создать такими игрушками. Мы любим игрушки. Магазин «Склад игрушки» приглашает за покупками. Южная промзона, квартал 1, строение 7. Ежедневно с 9 до 20 часов. Это все на сегодня. Завтра будет новый день и свежие новости. До встречи. Увидимся на телеканале ОСА. Спонсор прогноза погоды компания «Енисей Агра». Компания «Енисей Агра» предлагает жителям Ачинска мясо свинины, говядину и курицу в большом ассортименте и по приятным ценам. Мы находимся на край базе Кирова-3, склад 10. Всем здравствуйте! Сегодня главный патч у Скуана Ахметова вновь делится своими городскими наблюдениями и рассуждает. Святые слова. Продолжаем программу. Дегустацию. Ну что можно сказать? Ну а сейчас расскажу другие. Не я расскажу. Мне нравится сегодняшняя тема. Просто класс. Все музыкальные группы большой величины меркнут на фоне. Так считает автор следующего сюжета «Без тормозов». И она считает... Чего она считает-то? Да ты у меня сквозь решетки получаешь. Нормально? Ну и что? Если красиво, смотри. Музыкантами не становятся, ими рождаются. Если не верите, смотрите, без тормозов. Если вы хотите петь, как вы, приходите на Дагаева, приходите на Кирова, 101, там света нет. Музыкантами не становятся, ими рождаются, ими рождаются, ими рождаются, ими рождаются. Музыкантами не становятся, ими рождаются, ими рождаются.